Всем привет, уважаемые зрители, с вами канал Аккумуляторщик. Сегодня я хочу поговорить на тему по поводу замера пускового тока при помощи разного рода приборами. Приборы, конкретно тестеры, я их называю, они бывают дешевые, как у меня варианты, то есть там полторы-две тысячи они стоят, бывают и за 8, за 10, за 50, за 60, за 150 тысяч рублей, и дороже, там просто до бесконечности Митрониксы стоят, для того, чтобы проверить аккумуляторную батарею и, соответственно, замерить его пусковой ток. И вот здесь возникает такой нюанс. Дело в том, что то, что здесь указан пусковой ток, при помощи тестера мерить чуть-чуть нечестно, потому что тестер мерит по альтернативной методике, а вот здесь замерено конкретно по определенной методике. Все методики в ГОСТе, в европейском стандарте, ЕН и так далее, в разных стандартах, все приводится к постоянным величинам, то есть все привязано к напряжению, то есть то, что мы можем замерить при помощи вольтметра, к силе тока, что мы можем замерить при помощи амперметра, времени, да, то, что мы можем померить при помощи часов и так далее. Здесь, то есть все в таких единицах неабстрактных, да, то есть вот что мы можем по факту замерить. Здесь тестеры, они это все считают по формулам, да, рассчитывают То есть это приведенные как раз-таки значения Вот у нас есть, например, стандарт Yen Опять же, повторюсь, по стандарту Yen, как таковые, внесены были изменения То есть документ подвергался внесению изменений в 2018 году Добавилось такое значение A1 Вот, и вот по последним данным я не нашел текста документа Только платные версии, если кто знает, скиньте мне в комментарии, да, сам вот этот вот документ Вот этот вот Yen, да, то есть, насколько я помню, там в 2015-2016 был такой стандарт Аккумуляторную батарею брали, охлаждали в течение суток до минус 18 градусов Соответственно, электролит все там промерзало, да После этого аккумуляторную батарею грузили вот этим вот пусковым током, что заявлено здесь, 600 А Брали мощную вилку 600 А, грузили И если в течение 10 секунд напряжение не падало 7,5 В, потом ждали еще 10 секунд И грузили уже 60% от вот этого вот тока до достижения напряжения 6 В То есть в две ступени, да, было с перерывом в 10 секунд Насколько я понял, по информации от компании Battery Service, вот в 2018 году были изменения И все упростилось Аккумулятор также в течение суток замораживают при минус 18 градусов, он соответственно охлаждается, промерзает, да Далее грузят номиналом вот этого вот тока, который заявлен И соответственно если в течение 10 секунд не упадет ниже 7,2 В, значит тест пройден И вот здесь обратите внимание, да, напряжение можем замерить, силу тока можем замерить, соответственно там 10 секунд мы можем замерить, да Как работает тестер? Я вот сейчас покажу, мы берем тестер, подключаем вот таким вот образом Это LAN call, микро 200, у нас замеряет напряжение, мы ок Далее, тест регулярно, ну то есть обычная батарея, выбираем 600 ампер Проводятся вот такие вот соответственно измерения и у нас показывают, ага, 600 ампер заявлено, да Ну 600 ампер это довольно уставшая батарея, уже почти 3 года, да, 2,5 она эксплуатировалась Соответственно сопротивление 5,9, да, и соответственно вот она 465 ампер замеренных Я вам покажу такой небольшой фокус Многие думают, что вот эти 465 это вот прям вот в нем 465, да Но нет, я покажу такой небольшой прием, самый простецкий Я выберу батарея тест, AGM, то есть не обычный, а AGM 600 ампер и сколько у нас покажет сейчас? Там было сколько? 465 ампер, да? Опа, стало 380 ампер, при этом сопротивление, да, практически такое же Вот, то есть у нас 100 ампер пропало, но если бы тестер мерил амперы, куда, как бы они пропали, да? Да, я объясню, дело в том, что тестер, он не может замерить вот пусковой ток в том виде, в котором предлагает методика по ЕН, да Как работает тестер? Тестер работает все просто, он как таковое мерит напряжение И основной параметр, который он мерит, это внутреннее сопротивление Вот оно здесь указано, да, 594 И в соответствии с заданными параметрами, то есть там я выбрал AGM, либо Regular, да, там есть в тестере там какая-то определенная формула, либо таблица Которая коррелирует значение, вот, соответственно, обычная батарея с сопротивлением И, соответственно, у нас выдает вот этот вот пусковой ток То есть пусковой ток у нас рассчитывается по какой-то формуле, либо по какой-то таблице соответствия, да И мы получаем, соответственно, вот это значение То есть как таковой тестер, повторюсь, он не измеряет пусковой ток Он меряет напряжение, да, то есть как таковое внутреннее сопротивление, он тоже, по сути, это такое, как сказать Это приведенная величина, то есть оно рассчитывается тоже, да Сопротивление рассчитывается, ну, соответственно, вот напряжение, да, фактически замеряется, да И пусковой ток, он тоже рассчитывается Вот давайте проведем аналогичный эксперимент с другим тестером Это конвей, КВ-210 Здесь, в принципе, ситуация аналогичная будет Смотрите, вне салона автомобиля, давайте вот обычное КВ, Йены Ну и поставлю 600, да, здесь, ну, 600-600, да, вот, пожалуйста, тоже, да Проходит проверка Сопротивление 5,64 и 489 Ампер, да Запомнили показания, теперь я выбираю то же самое, но уже выбираю АGM А почему так происходит, да, сейчас вот посмотрим Бамс, на сотню Ампер опять меньше стало, при этом сопротивление практически такое же Почему так происходит? Дело в том, что АGM изначально имеет низкое сопротивление Дело в том, что если взять два одинаковых аккумулятора, обычный и АGM, например, да И, соответственно, они будут одинаковой емкости, то АGM будет выдавать больше пусковых тока Потому что у него сопротивление как раз-таки внутреннее меньше, да Соответственно, вот, тестер, он коррелирует эти показания То есть мы имеем какое-то сопротивление, и это сопротивление для АGM, то есть Если у нас будет одинаковое, то для обычной батареи это сопротивление дает 500 Ампер А для АGM это сопротивление, оно уже коррелируется как 400, да То есть такое вот некая, некая такая вот таблица соответствия, да Если выбирать там EFB, там Geltu, что там еще, то это все идет по таблице как раз-таки как и обычной, да То есть только АGM выбивается, ну, конкретно в этих тестерах дорогих может быть что-то и по-другому Для чего нужны тогда тестеры, да, зачем они показывают вот этот вот пусковой ток Пусковой ток с этого, повторюсь, не является каким-то конкретным значением При актировании, экспертизе аккумуляторных батарей это не учитывается Вот показания тестера, может быть в каких-то сервисных центрах там в акте прописывают уровень жизни, да Уровень ресурса, вот, но тем не менее, то есть, ну, конкретно по тестеру, да Бывает там такая графа, ставят там 80% или сколько там, BoschBat показал или Medtronics, вот Вот эти тестеры, они нужны для того, чтобы для экспресс-диагностики То есть вот приходит человек, да, аккумулятор приносит на обслуживание, говорит, или там, ну, на проверку Говорит, а у меня вот что-то не запускает Специалист берет, подключает вот этот тестер и он уже, уже имеет какие-то определенные входные данные для себя То есть он имеет значение, соответственно, напряжение, да, то есть разряжена, не разряжена аккумуляторная батарея Он смотрит по сопротивлению, то есть напряжение, например, нормальное, да, но сопротивление большое Ага, возможно, какие-то проблемы, он начинает уже дальше, соответственно, копать Например, вот, чтобы нагрузить нагрузочной вилкой, необходимо удостовериться, что уровень электролита в норме, да А тестер, вот он моментальный, пожалуйста, вы подключили, посмотрели, примерные показания То, что там 481, не факт, что там именно такой пусковой ток Я напомню, что емкость по последним замерам была 33 Ач из 60 Поэтому все вот эти тестеры, какими бы они крутыми, дорогими не были, это все условность, это все для экспресс-диагностики Также, например, при продаже аккумуляторной батареи проверяют при помощи тестера аккумулятора, да Берут, проводят тест, потому что, понятное дело, что проверить реальную емкость, это требует 20 часов минимум, да Плюс еще зарядить, то есть, двое суток примерно проверить емкость Проверить пусковые токи, ну, в магазине, да даже в сервис-центре нет такого оборудования То есть, опять же, необходимо сутки заморозить, потом взять мощнейшую вилку где-то Обычно даже турбовилка, которая, ну, такая бытовая в аккумуляторных магазинах Она идет до 500 А, да, ну, и то там не факт, что может выдавать она 500 А, потому что есть там китайские аналоги Мы на нее сделаем обзор как-нибудь, вот, а тут, ну, 600, да, если там взять сотый аккумулятор Там вообще, ну, по 1000, да, там 900-1000 А, чем нагрузить, непонятно Поэтому вот для этих целей как раз-таки и существует вот такой вот тестер Показания с этого тестера могут быть записаны там в гарантийный талон для отсмотра дальнейшей динамики То есть, вот при таких вот показаниях, да, то есть, можно распечатать чек там в некоторых тестерах Где будут вот эти данные В частности, сопротивление, например, и по сопротивлению уже потом смотреть динамику Хуже, лучше там и так далее, да, то есть, для того, чтобы была какая-то вот такого рода картина И запомните, если любой параметр не замеряется по ГОСТу, да, ну, по стандарту, да, тут иены, да, это импортный стандарт, европейский стандарт В России ГОСТ, да, по ГОСТу, а какой-то отличный, отличный, да, то есть, альтернативный, так называемый, метод измерения И именно вот в тестерах используется альтернативный метод замера пускового тока Поэтому сопоставлять очень сложно Вот, например, есть 20-часовой замер емкости, да, который мы проводим То есть, 20 часов разряжается одной двадцатой емкости, да, до напряжения 10,5, там считается Некоторые блогеры берут, да, я, говорит, нафига, я вот возьму, короче, замерю резервную емкость в минутах, да, здесь вот 100 минут Я замерю в минутах, а потом по какой-то формуле, которая вроде как есть в ГОСТе, она вроде как просто справочная, да Для расчета от номинальной емкости резервной Я как бы переведу, то есть, наоборот, приведу, а потом, хоп, и там мало или много И вот как бы так, нет, если есть методика, то, соответственно, по ней Все, что остальное, это альтернативные методики, они не приводят к конкретному значению Вот и все, то есть, нельзя для того, чтобы получить 60 Ач, нельзя замерить минуты, а потом как-то там по формуле перевести Надо считать именно вот по этой Поэтому будьте всегда внимательны, будьте осторожны В том плане, по поводу тестеров, это такое, ну, некое заблуждение И, соответственно, то есть, тут считается все относительно внутреннего сопротивления И нередки те случаи, когда такие тестеры врут, аккумулятор замкнутый, а он показывает там 400 А пускового Или наоборот, он показывает, что там батарея вышла из строя, а ее там просто необходимо, например, зарядить, либо еще что-то Поэтому на тестер стоит обращаться как на такой материал справочный, да, то есть, примерный Никаких вот этих вот точных данных он не выдаст Просто это такой экспресс-метод, быстрый, который показывает какой-то определенный, более-менее примерный результат Кто что думает по поводу тестеров, также по поводу стандарта иена Напишите, пожалуйста, в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Всем спасибо, всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok